Ребята, всем огромный-огромный привет и хорошего настроения. Сегодня я с новой брошкой. Вновь будет птичка. Видимо, я жду, когда наконец-то прилетят грачи. Они не торопятся в наши широты. И это будет калибри. Мне кажется, что я ее сделала раз в пять больше, чем она есть на самом деле. Эти птички очень-очень красивые. И, конечно, в виде брошки это никакой не новаторство. С моей стороны, не ноу-хау. Только ленивый, наверное, не сделал калибри. Но вот, видимо, она очень живописная птичка, поэтому такая популярная. Возможно, разыграю эту птичку тоже скоро в следующем конкурсе своем. Поэтому оставайтесь на связи, следите за новостями. При изготовлении данной брошки не будет использования ни одного кристалла. Наверное, ни одного. По крайней мере, я не планирую. Понадобится фетр вот такого красивого цвета пришел. В каких цветах будет моя птичка? Синий, переливающийся. Голубой. Вот шейка будет, наверное, каким-нибудь розовым цветом, потому что я опираюсь при выборе цветов на настоящих птичек, какие они есть в природе. Также попробую применить впервые. Это тоже, кстати, был запрос. Вот такие пайетки. Ни разу я не пробовала. Мне кажется, что для птички как раз самый подходящий момент попробовать. Переношу свою птичку на фетр. Все стеклярус выкладываю с кончика крылышка вот этого. И он будет белым. Вот с помощью такого стекляруса. Здесь грани нет, он переливается деликатно. Разделяю перышки своим любимым бисером прозрачным. Теперь буду приступать к крылышку дальше, и оно будет вот такого голубого цвета красиво. Кстати, почему еще мне нравится работать не с бисером, а со стеклярусом из-за того, что легко догадаться, он большой. То есть быстрее с ним работу движется. Минус тоже есть, он рвет нитку. Не удержался я вчера вечером, к сожалению, и начала выкладывать дальше. Пока что похоже больше на голубя мира, калибрия моя. Но мне, в общем-то, нравится, как получается. Такие холодные оттенки. Буду приступать вот к этой части. Она, как правило, у калибри красненького или розового цвета. Я подобрала вот такой бисер. Он тоже прохладного такого оттенка. Немного фиолетово-розового. Посмотрите, красивый цвет. Он хорошо подходит вот с этим голубым. То есть здесь важно смотреть на баланс цветов, что к чему подходит. То есть если прохладные здесь цвета, то и сюда, соответственно, тоже что-то такое холодненькое буду класть. Приступаю к голове. И она у меня будет вот таким синим цветом. Они из одной коллекции, из одной серии. Тоже такой же переливающийся стеклярус красивый. Чтобы немножко птичка была поярче хочется. Синим стеклярусом также делаю такие изогнутые линии. Базикой все-таки без кристалликов никуда. Такой маленький, черненький, пришивной. Но если кристалликов у вас в наличии нет, то, конечно, можно использовать и бусины, и тот же самый стеклярус или бисер. Клюв выкладываю таким же стеклярусом, как и основание крыла. Второе крыло, а также вот эта часть, будут такими же синими. Теперь приступаю к хвостику. Буду делать его голубым, как вот это крыло, чтобы уравновесить цвета. И чтобы не было слишком много синего. Делаю прожилки из такого прозрачного серебра бисера, так же, как и здесь. Пришиваю бисер так же, как стеклярус, по одной штучке. Решила добавить немножко другого оттенка, похожего, между голубым и синим. Я жаловалась на то, что мне не нравится работать с бисером, что это очень долго и муторно. Но вот время идет, и вкусы, и предпочтения меняются. Либо это просто натренированность какая-то. Но я уже к этому процессу отношусь по-другому. Уже даже, можно сказать, получаю удовольствие. Это развивает и терпение, и терпеливость, и усидчивость. Можно подумать о чем-то прекрасном. Теперь приступаю к чему-то интересненькому. То, что я сама еще ни разу не делала. А именно, буду пришивать пайетки. Не те, которые я показывала вначале. Немножко я передумала в процессе. Это похоже на меня. Будут просто вот такие серебряные. Класть я и буду вот сюда на пузико, в виде чешуйки. Использовать вот такую нитку, оставшуюся от юбки. Она как раз хорошо сюда подойдет. Очень красиво будет, блестительнее. И смотреться будет интересно за счет разности материалов. Пришила. Подкладываю следующий пот. Вот что получается. Можно, в общем-то, их располагать еще ближе друг к другу. Так будет красивее даже. Попробую с другой стороны. Легче идти, да, и, наверное, более правильно. Чтобы не подкладывать, они уже сами укладываются в чешуйку. И вот так вот накладываю я друг на дружку. В принципе, ничего сложного. Знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас переделаю вот это крылышко. Положу сюда вот такой стеклярус, чтобы не сливалось и чтобы был эффект 3D больше. Решивать застежку. Собираю две части. Соединить, как обычно, буду своим любимым прозрачным бисером с серебряной серединкой. Хороший. Соединила две части своим любимым способом. Подробнее об этом способе можно посмотреть в видео про бабочку. Оставлю внизу в инфобоксе. И теперь вот здесь бисеринки в разнобой. А вот тут, посмотрите, как красиво они лежат все. Бисеринка к бисеринке. Это потому, что я их вот так выравниваю. Но это я тоже все в том же видео подробно показывала. Еще раз. И сильно останавливаться не буду. Вот так. Каждую бисеринку. Вот так выравниваем. Ну вот, готова птичка моя очередная. Вот так она играет. Сейчас покажу на солнышке. Так вот, на солнышке она играет. Очень красиво смотрится при искусственном освещении. Ну и сделала я сразу дружка. Немножко в других цветах. Только не хуже, а может быть даже и эта птичка кому-то понравится больше. Более теплая, зеленая здесь. Тона более насыщенные. Ну вот. Напишите, пожалуйста, какая вам птичка понравится больше. И одну из этих птичек я буду разыгрывать либо здесь на ютубе, либо в инстаграме. В этот раз розыгрыш будет приурочен к году работы моего канала и к десяти тысячам подписчиков. Я очень рада этой цифре. Спасибо вам огромное за внимание, за просмотры. Вот. И таким образом хотела бы отблагодарить. Это не единственный подарок. Будет еще несколько победителей. Поэтому следите за новостями. Спасибо вам большое за просмотр. Жду от вас комментарии. Пальчики вверх. Всем пока-пока.